Это новости на канале НСК 49 в студии Татьяны Учукжанина. Здравствуйте и смотрите сегодня. Новые школы, детсады и помощь семьям с детьми в Новосибирске обсудили реализацию нацпроектов. Незаконопослушные гости. Какова ситуация с мигрантами в Новосибирске и области? Дорога своими силами. Как водители скорой помощи победили ухабы возле своего гаража? А теперь я и мои коллеги расскажем более подробно о самых главных событиях дня. Ход выполнения национальных проектов в социально-экономической сферах Новосибирской области стал одной из главных тем очередной встречи губернатора Андрея Травникова с журналистами. Подробности в нашем сюжете. Говоря о ходе реализации в Новосибирской области национальных проектов, глава региона отдельно остановился на нескольких. Во-первых, это безопасные и качественные автомобильные дороги. Программа большая, ведь до 2024 года предстоит отремонтировать почти полторы тысячи километров дорог разного назначения. Начавшимся работам губернатор дал полярную оценку. С одной стороны, объективно нужно признать, что на многих объектах работы начаты в этом году намного раньше, чем в прошлом году. И лучшую сторону я отметил в том числе и город Новосибирск, который на самых крупных объектах приступил к работам уже в начале апреля. С другой стороны, многим муниципалитетам следует подтянуться, потому что по нашим расчетам почти половина объектов не имеет еще своих подрядчиков и заключенных договоров. Не меньше задач перед регионом стоит и в плане реализации социальных нацпроектов «Образование и демография», заявил Андрей Травников. Он напомнил, что недавно посетил некоторые строящиеся объекты в рамках программы и обозначил ближайшие планы по вводу школ и детских садов. Только в ближайшие три года предстоит построить и отремонтировать 17 школ, вместимостью почти 14 тысяч мест для ребят. Не менее масштабная работа предстоит в рамках проекта «Демография». Только в 2021-2021 годах должно быть построено 27 детских садов проектной мощностью почти 5 тысяч мест. Но нацпроекты заключаются не только в строительстве новых объектов. И об этом шла речь на недавнем Совете по стратегическому развитию под председательством президента страны, добавил Андрей Травников. Президент, по словам главы региона, отметил, что важно привести в нормативное состояние существующие здания. И на эти цели выделяются как федеральные, так и региональные средства. Так дополнительно 100 миллионов рублей получат областные программы «Школьная кровля» и «Школьное окно». А в рамках проекта «Демография» большие средства запланированы на поддержку семей с детьми. «Только в 2019 году на финансовую поддержку семей при рождении детей в Новосибирской области будет направлено 4 миллиарда 127 миллионов рублей. В основном это средства на ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка. Количество таких получателей по нашим расчетам в этом году будет почти 8 тысяч». Кроме того, губернатор подчеркнул, что помимо федеральных программ работают и множество региональных, которые финансируются из областного бюджета и также решают задачи национальных проектов. Взаимодействие науки, промышленности и предпринимательства в реализации национального проекта «Цифровая экономика» обсудили в Новосибирске. Дискуссия прошла в рамках форума «Городские приоритеты. Пятилетка развития». Что нужно сделать для того, чтобы наш город сохранил лидирующие позиции в развитии цифровой экономики, узнаем из следующего сюжета. «Цифровая экономика» проникает сегодня в жизнь каждого горожанина. Одна из новейших разработок – составление цифровой модели Новосибирска. Создается благодаря совместным усилиям мэрии и Сибирского университета геосистем и технологий, на базе которого прошла дискуссионная площадка, посвященная вопросам взаимодействия науки, промышленности и предпринимательства. «Имеем по этому поводу первые результаты, которые очень сильно обнадеживают и говорят о том, что эту работу надо проводить системно и дальше». Новосибирск считается одним из лидеров развития науки и новейших технологий. Как сделать так, чтобы новейшие разработки как можно быстрее воплощались в жизнь, способствовали развитию промышленности, бизнеса и всего нашего города? Эти вопросы были в центре внимания дискуссии, посвященной цифровой экономике. «Предоставляя бизнесу возможности для сотрудничества, предоставляя различные площадки, в том числе и такую площадку, как обсуждение перспектив развития города Новосибирска, как «Умного города», как города, вошедшего в федеральную программу «Умный город», в котором большой очень задел цифровых технологий, мы рассчитываем на то, что этот процесс, он еще более ускорится, катализируется, как говорят, и мы получим взаимные выгоды». Это мероприятие лишь одна из целого цикла дискуссионных площадок, проходящих в столице Сибири в рамках форума «Городские приоритеты. Пятилетка развития». Их цель – получить обратную связь от горожан, их замечания и предложения для составления дорожных карт, программы реализации городских приоритетов. Напомним, мэр Анатолий Локоть обозначил семь стратегических направлений, на которые городская власть намерена сделать основной упор в ближайшие годы. Это комфортный город, транспортная доступность, социальная сфера, спорт, культура и история, знания, наука и промышленность, а также экономика и инвестиционный климат. По мнению экспертов, современные технологии и цифровая экономика могут способствовать развитию каждого из этих приоритетных направлений. Не секрет, что в Новосибирск приезжают на заработки тысячи человек, многие из которых представляют страны ближнего зарубежья. Однако далеко не все из них проживают и трудоустраиваются на законных основаниях. 14 мая специалисты Управления по вопросам миграции рассказали о сложившейся ситуации в регионе. С подробностями Александр Могилин. Только за 4 месяца текущего года в наш город приехало около 20 тысяч иностранцев. Большинство из которых прибывают на заработки. И это лишь официальная статистика Управления по вопросам миграции, специалисты которого не скрывают, нелегалов тоже немало. С ними, конечно, пытаются бороться. И не только с ними, но и с теми, кто принимает их на работу без каких-либо трудовых договоров. Однако наши гости часто пытаются обойти закон, вплоть до махинации с документами. Более тщательная проверка документов, представленных иностранными гражданами, платежных документов показала и выявила 25 фактов предоставления иностранными гражданами поддельных документов об оплате налога. Тем самым незаконные и неправомерные действия иностранных граждан, из-за неправомерных действий иностранных граждан бюджет Новосибирской области на сегодняшний день недополучил сумму в размере более 100 тысяч рублей. Самое страшное наказание для мигрантов, говорят в МВД, это даже не штрафы, а депортация на родину. На днях законодательство ужесточило ответственность для тех, кто нарушает режим пребывания, особенно по визе, и для тех, кто их приглашает в наш город на заработки. Если иностранный гражданин нарушил цель пребывания здесь, либо не выехал своевременно, не покинул территорию Российской Федерации, того срока, которому определено визы, то данный иностранный гражданин подлежит у нас административному штрафу с административным выдворением, а приглашающая сторона несет административную ответственность в виде административного штрафа физическое лицо до 5 тысяч, должностное лицо до 50 тысяч, юридическое лицо несет ответственность до 500 тысяч рублей. В управлении подчеркивают, на работу к нам чаще всего приезжают граждане Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Китая. Сферы деятельности, строительства и оказания услуг. Ну а как же торговля? Ведь новосибирцы часто видят за прилавками рынков и овощных лотков именно иностранцев. У нас иностранные граждане торговать в Российской Федерации не имеют права. Есть ряд разрешенных там товаров, но так, чтобы торговлю, у нас есть ответственность за это по статье 18.17. То есть работа в этом направлении у нас ведется. Ответ, конечно, удивляет, но специалисты миграционного управления добавляют, торговлю могут осуществлять лица, имеющие вид на жительство. А с некоторыми странами наша страна дружит настолько, что получить российское гражданство им не составляет большого труда. Правда, органы правопорядка не отрицают, что нарушителей закона у нас предостаточно. И существующие законы их не сильно-то отпугивают. Радуют, что хоть рейды проводятся регулярно и помогают выявлять нелегальных гостей. По информации Минсельхоза Новосибирской области, по итогам прошлого года, производство молока выросло более чем на 2% к уровню 2017 года. На повышение эффективности молочного производства в текущем году запланировано более 260 миллионов рублей. Однако ряд депутатов выразили сомнения в эффективности проводимой политики и оказываемой господдержке. Василий Акимов продолжит. Сельское хозяйство в центре внимания. На очередном заседании комитета ЗАГСобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям обсудили дальнейшее развитие программ поддержки сельского хозяйства, а также заслушали информацию об уже достигнутых успехах. Основные мероприятия, они никоим образом нашей государственной программы не сократилось в финансировании в 2019-2020 году по отношению к предыдущим. Цифры, приводимые чиновниками, вызвали немало вопросов у депутатов. В частности, они отметили, что, например, рост производства молока связан с работой буквально нескольких комплексов, в то время как большинство сел поголовье сокращается. При неплохой динамике общей по валовому надою, по поголовью, тем не менее, мы имеем ситуацию, при которой 24 района снижают поголовье, снижают валовые надои, более 4000 голов крупнорогатого скота, сокращение за 2018 год. И при этом общая динамика положительная, она обеспечивается буквально тремя комплексами, которые на сегодняшний момент развиваются. Ситуацию необходимо менять, уверены депутаты. Ведь от этого зависит судьба многих деревень и развитие агропромышленного комплекса во всем регионе. Это не только самоцель увеличения, это развитие территорий. В конце каждого выступления мы слышим о том, что где отсутствует сельхозпроизводство, там постепенно умирает деревня. Для того, чтобы разобраться в сложившейся ситуации, по итогам заседания профильного комитета регионального парламента было принято решение создать рабочую группу. 13 мая арбитражный суд Новосибирской области отказал в удовлетворении иска лицея номер 22 к застройщику бизнес-центра на Советской о признании недействительной сделки договора аренды земельного участка, на котором ведется строительство. Напомним, 10-этажное здание БЦ начали возводить прямо под боком лицея между жилыми домами. В октябре прошлого года на улице Советской перед зданием Надежда Сибири вырубили Кленовый сквер, что вызвало большой общественный резонанс. Еще в 2013-м школу лишили стадиона. Тогда здесь и началась стройка спортивного комплекса с двухуровневой парковкой. В итоге проект стал долгостроем. Весной текущего года суд наложил на земельный участок обеспечительные меры, а руководство лицея обратилось в суд с иском о признании договора аренды недействительным, чтобы освободить площадку от застройки и вернуть ей первоначальный вид с зелеными насаждениями. Но в итоге суд отказался удовлетворять иск лицея, фактически развязав застройщику руки. Тем не менее, учебное заведение вправе подать апелляцию, вышестоящую инстанцию в установленный законом срок. Когда нет финансирования и помощи от руководства приходится ждать годами, сотрудники некоторых организаций пытаются решать проблемы собственными силами. Так поступили сотрудники городской станции скорой помощи, устав уезжать на срочные вызовы по колдобинам. Об их добровольном, но вынужденном деле сейчас расскажем. Водители автомобилей городской скорой медицинской помощи сами решили привести в порядок дорогу от своего гаража до улицы семьи Шемшиных. Они рассказывают, что взялись за лопаты не от хорошей жизни. Здесь я работаю уже лет 10. Наша дорога не ремонтировалась ни разу. За эти годы она пришла в негодность. Были снято видео, выложены в интернет, где машины буксовали, выезжая из гаража. И вот по этим кочкам, проезжая, ломали рессоры. Мы меняем, закупаем эти рессоры. По-прежнему ездим, ломаем подвески. То, что здесь дороги были разбиты, никому нет дела. Ни нашему директору, ни скорой помощи. Все отнекиваются, типа, это не наша территория, а чья она, неизвестно. По словам водителей, решить проблему помогли новосибирские дорожники, которые ремонтируют асфальт на улицах Новосибирска. Получилось практически безотходное производство. Своими силами собрались и привезли с дороги вот этот старый асфальт, который был содран с покрытия города. Ну и по договоренности нам просто привезли. Привезли сегодня ночью. Прошлая смена раскидывала лопатами. Наша смена сегодня с утра доделала, вот как вы видите сегодня, да? Раскидали весь материал. Конечно, качество, сделанное усилиями самих водителей дороги, далеко от официальных нормативов и стандартов. Но сами сотрудники довольны и считают, что по сравнению с тем, что было, выезд из гаража можно считать отличным. Правда, дальше вновь начинаются проблемы из-за узкой дороги и припаркованных машин. Рядом находится СЭС у нас. Сюда постоянно привозят товар, сдают на экспертизу все это дело. Машин днем столько много, что проехать скорой совершенно невозможно. Решить еще и эту проблему самостоятельно водители скорых уже не в силах. Рады пока тому, что получилось с дорогой. И надеются, что руководство оценит их старания. И не просто оценит, а в дальнейшем уделит больше внимания условиям работы тех, кто вместе с врачами ежедневно спасает здоровье и жизнь новосибирцев. Это все на сегодняшний день. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте www.nsk49.ru Ваше мы ждем в рабочее время по номеру 220-2105. Спасибо, что были с нами и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова